Генеральная прокуратура Армении объявила в розыск около 40 боевиков исламистов, воевавших в Карабахе. Речь, разумеется, идет о мифических наемниках, якобы воевавших на стороне Азербайджана. Сообщая об этом на днях в парламенте, генпрокурор Армении Артур Давтян поведал, что по жизненному заключению уже приговорены двое наемников. На самом деле, все сказанные генпрокурором Армении, это пустые слова, за которыми ничего не стоит. У Армении нет никаких доказательств привлечения Азербайджаном к боевым действиям наемников в период 44-х дневной войны. Поднятый же армянской стороной еще до начала войны шум преследует совершенно конкретные пропагандистские цели. В период боевых действий Агитпроп выбрал тему псевдонаемников основным инструментом антиазербайджанских действий, что на фоне трусости железных ашотов и недееспособности армянской армии в целом было единственной соломинкой для спасения лица оккупантов. И интересно, что тема наемников вдруг возникла из ниоткуда незадолго до последней провокации Армении, которая, как известно, завершилась ее полным разгромом. Страна оккупант словно готовила почву для чего-то. Для чего? Сама выехавшая в Первую Карабахскую войну исключительно на наемниках и старших братьях, она была не способна противостоять Азербайджану в реальном бою. Но в провокациях армянам равных нет. Первым подкинул тему о сирийских наемниках Азербайджана 21 сентября в своем твиттер некий сириец армянского происхождения Коварк Алмасян. Об этом, кстати, писала и российская независимая газета. Как водится у армянской стороны, никаких ссылок на источники не было, Алмасян просто сказал, и его слова, не требуя никаких подтверждений, подхватили проармянские круги. Фейковая новость появилась и в твиттер некой Линд Сеснел, представляющейся журналистом-расследователем. Поддерживаемая Турцией и сирийская национальная армия отправляется в Карабах, написала она, разместив затем фото, на котором якобы запечатлены бойцы дивизии Хамза, якобы направляющиеся в Баку. Кто был на этом фото, до сих пор неизвестно. Да никто и не старался выяснять, как это принято в западных медиа, армянскую пропаганду подхватили не задумываясь. Фейк разошелся по мировым СМИ, особенно усердствовали тут такие уважаемые издания, как Guardian, Times, Reuters, Wall Street Journal и BBC. Порой проармянская активность давала осечки. Один из фейков вскрылся, когда в СМИ разошелся снимок убитых неизвестных, которые представлялись аудиторией как воевавшие за Азербайджан. Впоследствии выяснилось, что это сирийские боевики, убитые далеко от Южного Кавказа. Так, одного из погибших в Карабахе Сардара Тимели опознал на фото его дяди Абдурахман Тимели, с возмущением написавший в соцсетях о том, что его племянник, фотографию которого распространили официальные лица Минобороны Армении, на самом деле погиб во время турецкой операции Коготь Тигра на территории Ирака. Если бы вышеуказанные авторитетные западные СМИ поставили себе целью докопаться до правды, то обнаружили бы много любопытного. Для этого у них имеются все возможности и механизмы. Но армянская ложь, по-видимому, всех устраивала и активно использовалась против Азербайджана в дни войны. Между тем, Баку в начале ноября передал в Москву подробный список наемников, воевавших в Карабахе на армянской стороне. В отличие от бездоказательных заявлений армянской и, к сожалению, российской сторон, Азербайджан представил подробные сведения, включая имена, фамилии боевиков и названия представляемых ими террористических организаций. После завершения войны и поражения Армении тема наемников перестала быть в тренде. И СМИ, и политики стали говорить об этом редко и без энтузиазма. А председатель комитета министров Совета Европы, глава МИД Германии Хайка Мааса на соответствующий вопрос армянского журналиста в ходе зимней сессии ПАСИ вообще заявил, вы говорите, что Азербайджан использовал иностранных наемников в военных действиях в Нагорном Карабахе. Пока никаких доказательств этому не найдено. В интервью директору медиагруппы Международное информационное агентство России сегодня Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости президент Ильхам Алиев также отверг все обвинения в адрес Баку. Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Это факт, никаких доказательств привлечения Азербайджаном наемников для участия в 44-дневной войне нет, и все обвинительные выступления в СМИ и соцсетях основаны лишь на фейковых новостях. А кто же эти двое, якобы приговоренных в Армении за якобы наемничество в пользу Азербайджана? Вряд ли эти лица помещены за решетку и останутся там до конца своих дней. Да, они действительно прибыли в Карабах как наемники, но были наняты армянской стороной. Речь идет о двух сомнительных лицах, якобы захваченных в период боевых действий и продемонстрированных на видеозаписи, вызвавшей очень много вопросов. 4 мая суд в Капане приговорил двух граждан Сирии к пожизненному заключению. Это 46-летний житель города Хама Мухраб Мухаммад Аль-Шхери и 33-летний житель села Зияди из провинции Идлиб Юсуф Аль-Абета Аль-Хаджи. Касательно этих двух лиц хотелось бы заметить, что, раздув историю с наемниками, армянская пропаганда хотела как лучше, а получилось у нее как всегда. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев ранее уже разоблачил армянский фейк. По словам Гаджиева, представленное Минобороны Армении видео с якобы плененным сирийцем на самом деле является склейкой кадров. В результате лингвистической экспертизы голоса допрашиваемого было установлено, что человек, представленный на видео, является, предположительно, курдом из Сирии, говорящим на арабском языке со специфическим акцентом. На 47 секунде видео человек тихо говорит по-курски, а затем по-арабски сказал Гаджиев, заметив, что Мухраб Мухаммад Аль-Шхери может быть членом рабочей партии Курдистана, ППК, что не исключено, так как в составе армянских подразделений воюют члены ППК, переброшенные из Сирии и Ирака. Аль-Шхери с трудом произносил явно заученный текст. Курским наемником Армении, по всей видимости, является Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи. Это доказывает распространившееся в соцсетях видео, на котором он сидит с флагом самопровозглашенного Курдистана в окружении вооруженных лиц, скандирующих лозунги на курдском и армянском языках. Оба этих случая доказывают распространенную турецкими СМИ информацию из достоверных источников об использовании армянской армии и курдских наемников. Как сообщал Татрасиан.ком, Ереван разместил на оккупированных территориях Азербайджана до 300 боевиков сирийского крыла РПК. По данным источников Анадола, соответствующее соглашение между Ереваном и РПК было достигнуто в конце июля текущего года. В рамках договоренности, около 300 боевиков прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Нагорный Карабах. Здесь террористы РПК ОНС провели курс обучения и были активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана. Планировалось, что после участия в боях в Нагорном Карабахе курские боевики получат в благодарность поддержку Еревана в террористической действиях на севере Ирака, покрыв недостаток людей за счет женщин и подростков из Армении. Полевой командир женской структуры РПК Лаика Гюльтёкин заявила одному из изданий группировки, что они ездили в Карабах воевать вместе с армянскими военными. «Мы будем всегда с армянским народом, если он пожелает», заявила Гюльтёкин. У азербайджанской стороны имеются веские доказательства привлечения Армении и к войне в Карабахе иностранных наемников. Помимо Сирии наемники привлекались Армении из Франции, Канады, Ливана, Испании, Греции и других стран. Об этом свидетельствуют иностранные паспорта обнаруженные у наемников, уничтоженных в ходе боевых действий. Так, были обнаружены паспорты гражданина Греции Арена Осипова, гражданина Испании Армена Князина, гражданина Франции Артура Аганисяна, гражданина Канады Кристофера Артина, гражданина Ливана Геворга Гаджияна, гражданина Сирии Степана Кешишина и многих других наемников-экстремистов. В дни войны спецслужбами Азербайджана была опубликована запись радиоперехвата, на которой зафиксированы переговоры иностранных наемников, воюющих на армянской стороне. Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила, что перехватила радиопереговоры наемников из рабочей партии Курдистана, привезенных в Карабах из Сирии и Ирака. Недавно пресс-службы Генеральной прокуратуры и службы государственной безопасности СЭК Азербайджана распространили совместную информацию о завершении расследования уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением Службы государственной безопасности по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской республики Иулджикджиана Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы. Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года гражданин Ливана Иулджикджиан принял предложение принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США, с этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджана села территории Армении. Как видим, армянские фейки не подкреплены ничем, у азербайджанской же стороны имеются на руках факты, с которыми не поспоришь. И нет сомнений, что 40 разбойников, объявленных в розыск армянами, будут фигурировать в каждом отчете генпрокуратуры Армении, пока тема не выйдет из моды. Что же касается Мухаммада Аль-Шхери и Юсуфа Алябета Аль-Хаджи, то их думается в скором времени снова можно будет увидеть в рядах доблестной армянской армии, если они будут так неосторожны, чтобы опять попасться под прицел мобильной камеры.